Продолжение следует... Не обойтись без поддержки облсполкома и предприятию «Рубин» Белорусского общества инвалидов. Участки, которые занимаются обработкой древесины, столкнулись с нехваткой сырья. Компания не может купить его на бирже по финансовым причинам, а найти другие источники не получается. Обращение в Министерство лесного хозяйства и социальной защиты проблему не решили. Обратились по вопросу приобретения леса на корню. Потому что если лес уже будет с разработкой, то, естественно, другая цена. И для нашего предприятия это будет катастрофически сложно. Если учесть, что у нас работает более 50% инвалидов. Я надеюсь, что Геннадий Михайлович действительно даст поручение. И этот вопрос будет на контроле. Если вопрос решится положительно, то, конечно, мы довольны. Потому что, ну, иначе тогда надо просто ставить вопрос о закрытии предприятия и увольнении более 100 человек. Вырубка аварийных деревьев во дворах, ограничение передвижения личного транспорта, наведение порядка на берегах водоемов и перевод на вакантную должность с более высокой зарплатой. Тематика вопросов, по которым можно обращаться к председателю облсполкома, не имеет ограничений. У руководителя общественного объединения «Велогомель» Валентины Позняковой конкретное предложение. Обязательно создавать инфраструктуру для велосипедного движения при строительстве новых объектов. В частности, речь идет о мемориальном комплексе «Партизанская кримичка», проект которого в настоящее время разрабатывается. Пока сложно сказать, насколько удастся реализовать это предложение в конкретном случае, однако интересы любителей здорового образа жизни будут учитываться обязательно. Хотим создать квадратами, допустим, один квадрат на 10 гектаров, да, тут будут зелени. В втором квадрате будут дикие кабаны. И для своих детей, для гомельских, мы будем под гомелем делать. Вот это будет реально. Это будем мы делать, тогда им проще, потому что на своих лесных массивах располагать. Вот там это будет, как называется, вот тропа здоровья, движения, там, велосипедистов для этих. Это мы занимаемся сейчас уже и Липске, и Дрожево. Эту идею мы обсуждали у Мазары, когда запускали билетный завод, потом это рассматриваем. Поэтому это все будем учтем, мы знаем, что у нас это есть вопрос. И в продолжение темы разговор о реализации национальной концепции развития велоспорта. В следующем году в Гомельской области пройдет большой велопробег по местам боевой славы. Планируется также организовать веломарафон с участием людей разного возраста. Кроме того, объединение «Велогомель» занимается созданием велосипедных маршрутов. Несколько маршрутов, где есть такие знаковые места, интересные по Гомелю. Ну, то есть любой желающий может приехать и, посмотрев этот маршрут, проехать по нему и ознакомиться с достопримечательностями города Гомеля. Но, кроме этого, для горожан, конечно, полезно, чтобы были разработаны маршруты за город. Потому что не все, приобретая велосипед, знают, куда им поехать за город. То есть такие проекты, конечно, они очень важны. На текущий момент у нас на нашем сайте, ovg.bike, есть несколько маршрутов, по которым люди могут проехать. Но, опять же, мы выступаем с такой инициативой, чтобы эти маршруты при поддержке городских властей маркировать. Потому что не каждый человек может по карте передвигаться, не заблудившись. Поэтому, конечно, нужно ставить указатели. Олег Сенсуров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели.